Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2593. Как вы оцениваете перспективы сближения со старобрядцами в свете решений архиерейских соборов Московского Патриархата и Русской Православной Старобрядческой Церкви? Отвечает Патриарх Алексей II. Определение недавнего архиерейского собора нашей Церкви призывает шире воплотить в жизнь наше понимание равночестности старых и новых обрядах, которое уже было выражено в деянии Поместного Собора Русской Православной Церкви в 1971 году. Старобрядцы наши братья, у нас одно Отечество, у нас много общих, равнодорогих нам ценностей, которые следует вместе защищать. И уж тем более необходимо всячески избегать взаимного порицания. Кроме того, в лоне Русской Православной Церкви более 200 лет существуют старобрядные приходы, деятельность которых на настоящем этапе нуждается в поддержке и координации. Архиерейский собор уделил данному вопросу особое внимание, посчитав необходимым учреждение специальной комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. Уверен, что расширение контактов со старообрядцами поможет совместному свидетельству перед секулярным миром о истинах Евангелия, о живой традиции русского благочестия. Мы готовы к диалогу. Надеюсь, что уже сегодня мы будем осуществляться трудничество в области социального служения, церковной благотворительности, дел милосердия, церковно-государственных отношений. А в будущем, возможно, мы сможем обсуждать и богословские, и канонические вопросы. Отвечает Игнатий Лапкин. Ничего этого нет и не предвидится, потому что на бытовом уровне намертво вмонтировано, что для старообрядцев, как они говорят, не каньяне, смертельные враги-еретики, все до единого, до Иоанна Кронштадтского, до Серафима Саровского. А для новообрядцев, старообрядцев, неполноценные люди-раскольники. У нас уходили из общины люди в разные секты. Раньше этого не было. Патриархийную церковь. Обычно уйдут и нет следа. Они там живут, как могут. Но вот двое ушли к старообрядцам. Мы их ничем не обидели. И они даже благодарны нам были за то, что они здесь получили. Но соприкосновение со старообрядцами внесло в них столько злобы, такой непримиримой ненависти, что стали выбрасывать даже начитанную на диске Библию, чтобы только не слышать мой голос. И кто? Те, которые были тихими и скромными. Что произошло с ними? Что они за неделю выплеснули на нас столько злобы, что если прежде ушедших 50 человек за 10 лет умножить в тысячу раз, и тогда не достичь той глубины ярости, с какой эти кидаются на нас. Старообрядчество – это незнание Библии в абсолютном большинстве, злопамятство на тысячелетия, что уподобляет дьяволу, свободная и самооправданная ложь, всех называют ретиками и другая ложь, и любовь к выпивке. Это и ждет ушедших, достойных многих и горьких слез. Как с ними и где можно трудиться, когда они даже голос наш не могут слышать? Среди коллег по работе неверующих говорят пакости против той общины, где крестились и причащались. Так эти только что перешли к старообрядцам, а если там родились? Там только имя Иисус. С двумя и напиши, и ты уже полновесный еретик будешь. Патриарх совсем не знает староверов, он не поймет их обиду. Они согласны только тогда быть с тобой, если ты встанешь позади их и признаешь всю Никонову реформу погибельной. И принесешь в том покаяние и пальцы согнешь до уперстя. Будешь служить на семи просфорах и иконы не будешь рисовать на бумаге. Второе царство, 21 глава 3-6 стихи. И сказал Давид Гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господня. Из его потомков Саула, выдай нас семь человек и мы повесим их на солнце пред Господом. Конец цитаты. Протопоп Авакум просил царя Алексея Михайловича, дай мне власть, я их всех перепластаю. Патриарх просто на публику играет, а они его считают первосортным и законченным еретиком. Не за сотрудничество с КГБ, не за экуменизм и сергианство, а просто за то, что он последователь Никоновской реформы. Продолжение следует...